Здравствуйте, мои дорогие! Христос посреди нас! Ну вот, наконец-то, мы с вами опять собрались читать Евангелие. Прошлую среду пропустили по независимым от меня причинам. К сожалению, не всегда всё успеваю, то, что мне хочется, и даже то, что нужно делать. Но вы это всё знаете и понимаете. Я очень вас благодарю за вашу любовь и за терпение и понимание. И вот сегодня, в первую седмицу Великого Поста, мы с вами продолжаем чтение Евангелия. Надеюсь, что вы найдёте время посмотреть, послушать. И будем сегодня говорить о притче, о добром саморенении. Мы продолжаем читать Евангелие от Луки, с того же места, где остановились в прошлом нашем выпуске. Это глава 10, стих 25. И будем читать до стиха 38. Если вы читаете со мной вместе на церковнославянском, это зачало 53, 10 главы. Те же, кому пока трудно воспринимать на слух, могут открыть Евангелие на русском языке и следить за нами глазами. Я читаю намеренно, не слишком скоро, чтобы вы успевали. Ну, давайте начнём. И все законник некий, воста, искушая его, и глаголя, учителю, что сотворив, живот вечный наследую. Он же, рече к нему, в законе что писано есть, как учтеши. Он же, от веща в рече, возлюбивши Господа Бога твоего, от всего сердца твоего, от всея души твоей я, и всею крепостью твоею, и всем помышлением твоим, и ближнего своего, яко сам себе. Рече же ему, право от веща, сие сотвори, и жив будеши. Он же, хотя оправдитеся сам рече к Иисусу, и кто есть ближний мой? Отвещав же Иисус рече. Человек некий, схождаши от Иерусалима в Иерихон, и в разбойнике в поде, и же совлекши его, и язвы возложши от Идоша, оставши еле живо суща. По случаю же священник некий, схождаши путем тем, и видев его мимо Иде, так уж де же и левит, быв на том месте, пришед и видев мимо Иде. Самарянин же некто гряды, прииде над него, и видев его милосердова, и приступль, обвяза струпы его, возливая масло и вино. Всадив же его на свой скот, приведи его в гостиницу, и прилежа ему. И наутре исшед, и зем два сребреника, даде гостиннику и рече ему. Прилежи ему, и ежи аще при ежде веши, аз егда возвращуся, воздам ти. Кто оба от тех триех ближний мнит тися быти, впадшему в разбойники? Он же рече, сотворивай милость с ним. Рече же ему Иисус, иди, и ты твори так уж де. Вот эту притчу мы всегда вспоминаем с паломниками, когда едем после посещения реки Иордан, монастыря Герасима Иорданского, после дня в Иерихоне, обратно в Иерусалим. Потому что мы поднимаемся в Иерусалим вот этой же самой дорогой, которой тот человек сошел из Иерусалима в Иерихон. Иерусалим находится действительно в горах, Иерихон находится в Иорданской долине. И во всем этом есть очень-очень глубокий смысл. Мы сейчас об этом с вами поговорим, но начнем по порядку. Начнем мы с законника, который подходит к Спасителю и спрашивает, что мне сделать, чтобы спастись? И Господь, который знает его сердце, а сердце у законника было гордое, высокомерное, Господь отвечает ему в самую точку, возлюбивший Господа Бога твоего и ближнего своего, как самого себя. Дело в том, что любовь к Богу очень важная заповедь Ветхого Завета. И очень многие евреи и сейчас, и тогда большое внимание этой заповеди уделяют. Однако понимают они ее несколько по-своему. Любовь к Богу выражается в том, чтобы тщательно выполнять его заповеди в основном внешним образом. То есть вести образ жизни, который предписан законом. То есть не нарушать субботу, творить милостыню, когда это положено. Тоже это есть, конечно, но это имеется в виду, как какая-то часть только. Конечно же, не нарушать кашрут, то есть питаться только той пищей, которая предписана евреям, не есть запрещенного. Совершать в положенное время молитвы, посты, праздники и так далее. То есть выполнять все вот эти внешние законы благочестия. А Господь здесь сразу связывает заповедь о любви к Богу с любовью к ближнему. То есть он говорит, возлюбишь и Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью твоей, всем помышлением твоим. То есть он описывает любовь к Богу совершенную, любовь, которая требует от человека всех сил его души, его существа, его природы и ближнего, как самого себя. То есть он соединяет в одно целое и таким образом показывает законнику его болезнь. А болезнь законника была в том, как говорит нам святой Феофилакт Болгарский, что законник считал себя праведником, считал себя человеком совершенным, уже исполняющим закон, так сказать, по максимуму, отличником таким, пятерышником. И, соответственно, а кто мой ближний? Кто равен мне по достоинству, что я должен любить его? Откуда такое корявое понимание вы скажете? Неужели человек, который читает Ветхий Завет, который исполняет заповеди Божию, может такую чушь, простите, говорить, так заблуждаться и быть в таком грехе гордости? Может. Дело все в том, что в Ветхом Завете мы с вами все-таки видим очень сильное обособление избранного народа, народа еврейского, от других народов. Есть они и есть прочие народы. Го им. Вот это разделение, вот это обособление своего народа, выделение его, оно было крайне важным и необходимым в Ветхом Завете, иначе бы евреи просто смешались с язычниками для того, чтобы они не смешивались, чтобы они хранили завет с Богом, чтобы они оставались в чистоте. Мне это было необходимо. Но Христос, как говорится, переводит нас во второй класс, да, он раскрывает Ветхий Завет и объясняет, что любить своего ближнего, это не значит любить его по его достоинству. Он такой же праведник, как я, поэтому я его люблю. Если он грешник, смерть ему и камнями его побить, да. Любить ближнего нужно не потому, что он принадлежит к твоему народу или твоему клану. Ну как же, он же свой, он же из моего народа, я его прощу, я прощу ему то, что я другому бы не простил никогда в жизни, и он будет моим ближним. А не чужеземец, чужестранец, который для меня презрен и далек. Мы все ближние по природе нашей, и нет среди нас никого, кто бы был нам не ближний. Вот об этом говорит Христос этому законнику, и поэтому приводит такой невероятный совершенно пример. В этой притче участвует самарянин. Самаряне с евреями вели древнюю, непримиримую совершенно вражду. Жили самаряне на территории Самарии, это очень красивая область Израиля, находится она между Иудеей и Галилеей. Это территория колена Моносии и Ефрема. Холмы, оливковые рощи, великолепный климат, благородная земля, чудесные виды отовсюду. Это действительно очень красивая и очень большая часть святой земли. И вот еще за 700 лет до Рождества Христова осирийцы завоевали, захватили эту часть, выселили, угнали в плен, по-другому сказать, коренных жителей и заселили своими. И вот эти свои, то есть осирийцы, переселенцы, испытали страшное нашествие львов. Они решили, что бог гневается на них местные, надо им тоже поклоняться тому же богу, которому молились те, кто жили здесь до них. И они приняли веру в бога единого. При этом приняли ее своеобразно, со своими поправками, но тем не менее они приняли, обрезались, сочетались браком с теми, кто там оставался. Все-таки в плен никогда всех под чистой не угоняют, кто-то остается. И появился такой новый народ, самаряне. И самаряне эти были единоверцами для евреев, и даже по крови они, скажем так, были близки, смешанные, так назовем. И вот потом наступил Вавилонский плен, когда евреев, то есть жители Иудеи, постигла та же участь. Иерусалим был разрушен, и когда евреи вернулись из плена, они очень отчаянно боролись с язычеством, потому что Вавилонский плен был послан как наказание за язычество, за уклонение в язычество. И вот эта борьба привела к тому, что они не приняли помощи самаританам в строительстве нового храма, они не хотели с ними сообщаться, считая, что они недостаточно евреи, то есть они не из народа Божьего. И, соответственно, начались просто самые настоящие самаританские войны. А вражда была с двух сторон, это, по сути, был первый раскол, скажем так, в древней вере Моисеевой, в ветхозаветной вере. И вот понятие «добрый самарянин», ну, наверное, как сейчас сказать, «добрый игиловец», да, то есть это было несопоставимо, то есть слово «добрый» и «самарянин» нельзя было поставить вместе. Никакой иудей, еврей не мог допустить в своем сознании, что самарянин может быть добрым, и что от самарянина может быть вообще какое-то добро, да. И вот здесь Господь почему выбирает эту фигуру? Он хочет на таком крайнем примере показать нам, что по природе мы все родные. И даже человек, который абсолютный нам заклятый враг, да, уже по рождению своему, из поколения в поколение, он может оказать милость тогда, когда свои левиты, священник милости не оказали и прошли мимо. Соответственно, он показывает этому законнику, что не выбирай ближних ни по национальности, ни по вероисповеданию, ни по их праведной жизни. Все, кто вокруг тебя нуждаются в твоей помощи, все, кто вообще живут вокруг тебя, это твои ближние. То есть вот о чем говорит эта притча, звучала она тогда очень и очень революционно, да, то есть это было совершенно другое сознание, это Господь подводит уже к тому, что скажет потом апостол Павел, нет у Христа ни иудея, ни эллина, мы все христовы, ни раба, ни свободного, да, то есть нет ни иудея, ни эллина, нету больше понятия «я из избранного народа, а я из язычников», все христовы. Господь упраздняет всякий национализм, поэтому я всегда говорю, и это мое убеждение, что национализм и христианство несовместимы. Патриотизм – это хорошо, но как только это национализм, это несовместимо с христианством, это противно духу Евангелия, духу Христову. И вот кроме вот этого внешнего, так скажем, смысла, в этой притче есть, конечно, смысл более глубокий, иносказательный, и очень-очень важный. Здесь есть образы. Иерусалим – это образ духовной высоты и чистоты. Иерусалим действительно находится в горах, 740 метров над уровнем моря, и те, кто когда-нибудь бывали на Святой Земле и спускались в Иерихон, то есть ехали вот этой дорогой, шли пешком-то вряд ли, доехали, скорее всего. Это примерно 20 минут спуска с 740 до минус 300, потому что Иорданская долина – это 300 метров ниже уровня моря. И дальше там Мёртвое море – это минус 404, Иерихон – минус 350, то есть это низина, мы спускаемся круто-круто вниз, то есть больше километра за 20 минут вниз. Уши закладывает, в общем, это такое очень запоминающее, через Иудейскую пустыню едем. И вот, соответственно, Иерихон – это совершенная противоположность Иерусалиму. Если Иерусалим – это духовная действительно высота, в Иерусалиме был храм ветхозаветный, сейчас гроб Господень, святыни, храмы, то Иорданская долина и Иерихон – это место такого земного рая. Для тех, для кого рай ассоциируется с фруктами, жарой, водой, отдыхом, пальмами, ну вот в таком смысле. То есть Иорданская долина – это плодороднейшая почва, финиковые рощи, растёт всё, фрукты, овощи любые, опять же, Мёртвое море с его полезными процедурами, настроение такое отдыхательное, разнеженное, там всегда на 10 градусов жарче, чем в Иерусалиме. Соответственно, хочется тогда эти разбросать косточки по пляжу Мёртвого моря и лежать в каких-то пальмовых совершенно мечтах. Состояние души действительно другое. Ну и, конечно, не нужно напоминать, что на берегах Мёртвого моря как раз были вот эти пять городов, среди которых печально известны Содом и Гомора, которые были наказаны за развраты жестокосердия, потому что там плодородные земли, соответственно, там очень легко было пасти скот и разбогатеть, опять же, на соли и так далее. Зарабатывали на том, что продавали соль и прочее. То есть это полная противоположность аскетичному, прохладному горному Иерусалиму. Соответственно, здесь есть образ. Иерусалим – это как состояние души, соединённое с Богом, духовная чистота и высота. Иерихон – это наша земная жизнь. Человек, который спускается из Иерусалима в Иерихон – это Адам. Адам, который своей волей, своим непослушанием Богу сошёл с высот духовных в бездну греха. То есть, иными словами, в нашу земную жизнь. И, соответственно, разбойники, в которые он впал, а нам, жителям Иерусалима, очень понятен этот образ, что если ты спускаешься из Иерусалима в Иерихон, ну, обязательно впадёшь в разбойники. Там даже при пути, ну, сейчас это всё меньше, сейчас вообще всё по-другому. Но, в принципе, да, это обязательно какие-то искушения, скажем так. В самом Иерихоне тоже, это буйная торговля, это какие-то рестораны, это какие-то арабы, которые тебе предлагают беспрямо какие-то сувениры. Ну, то есть, короче говоря, вот этот образ впадения в разбойники всем, кто побывал на Святой Земле, ну, очень знаком. А надо вам сказать, что разбойники на этой дороге в реальности орудовали до начала XX века. И наши паломники поэтому всегда ходили караваном, и русская миссия обеспечивала их вооружённым конвоем, охраной. Потому что разбойники действительно, бедуины, нападали, грабили, убивали. То есть, эта притча, она совершенно абсолютно реальная, да, то есть, это реальная история, скорее всего, и была реальная история. И вот человек впал в разбойники. Злые духи напали на Адама, которые соблазнили, совратили его, избили его, изранили его. Вот мы сейчас как раз с вами читаем канон Андрея Критского, об этом, да, постоянно образы, как раз-таки, человека избитого и израненного, бесами, искалеченного. И вот он лежит при дороге и страждет. Мимо него идут левиты, левит, вернее, и священник. Это образ Ветхого Завета. Ветхий Завет скорее обозначает грех, обозначает, что есть грех, что есть правда. Он не исцеляет, да, он не даёт путей к исцелению. Он скорее обозначает проблему. Решение приходит уже в Новом Завете. Исцеление происходит через доброго самарянина, через Христа. Христос и есть добрый самарянин. Камень, Его же не Бригоша, зиждущий. Камень, который отвергли строители, как неугодный им, так же, как самарийский народ был отвергнут иудеями, как еретики, как враги. Да, вот так же Христос был отвержен. И вот добрый самарянин Христос излечивает его своей милостью, своей благодатью, своей жертвой, да, и относит его куда? Да, в гостиницу. Гостиница – это образ церкви. Гостиничник – это образ священника или образ другого христианина, да, это может быть образ. И даёт ему две монеты. Это первый символ первого и второго пришествия Господа. И говорит, вот, исцели его, полечи его, помоги ему, залечи его раны. Если что, и сдержишь, я когда буду возвращаться, тебе ещё воздам. То есть вознагражу тебя за твой труд. Вот такой удивительный здесь есть глубокий смысл в этой притче. Поэтому, конечно же, особо нам радостно и благодатно вспоминать эту притчу сейчас, когда мы читаем как раз кадон Андрея Критского, приводим себе на память ветхозаветные, новозаветные истории, для того, чтобы душа наша проснулась, очнулась и другими глазами, как, знаете, после глубокого сна, когда человек просыпается, другим взором оглядывает окружающий его мир, окружающих его людей. Интересно добавить, что гостиница доброго самарянина – это тоже конкретное место, она существует. Во времена Христа действительно была гостиница при дороге из Иерусалима в Иерихон. И впоследствии на этом месте императрица Феодора построила храм. И сейчас можно видеть раскопки этого храма и изумительный музей мозаик, найденных на Святой Земле, который там устроен. Ну, опять же, сейчас понятно, что всё закрыто, но тем не менее место это есть. Там небольшая плата за вход, и я помню, что с некоторыми группами мы даже с большим удовольствием посещали и читали Евангелие вот прямо на этом месте, на месте этой гостиницы. Вот такое евангельское чтение у нас с вами сегодня. Я не смею больше задерживать вас, отвлекать вас от молитвы, от ваших дел, разумеется. Надеюсь на встречу в пятницу в выпуске нашего блога «Святая Земля сегодня». Также, пользуясь возможностью, поскольку сейчас все вы меня видите и слышите, я хочу от всей души попросить у вас прощения, мои дорогие. Если я чем-то смутила, чем-то обидела, может быть, что-то не выполнила из того, что обещала, я искренне прошу вас простить меня. Я вас тоже всех, разумеется, заочно прощаю, люблю и сердечно благодарю за вашу дружбу, за любовь, за поддержку нашего канала, в том числе и финансовую, в которой мы очень-очень нуждаемся, и каждая ваша копеечка принимается с большой-большой благодарностью к вам. Храни вас Господь, мои дорогие, и до скорой встречи! Субтитры подогнал «Симон»